Всем привет, в этом видео я расскажу о восстановлении баз данных MySQL, MSQL и Oracle, как создать резервную копию этих баз, с помощью каких программ это возможно сделать, и как потом восстановить их из этих копий. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Создание резервной копии и восстановление базы данных MySQL с помощью MySQL Workbench. В утилите MySQL Workbench предусмотрена функция экспорта, а также импорта восстановления баз данных. Для создания резервной копии в программе нажмите Data Export, отметьте нужную базу данных, далее выберите папку куда делать экспорт. Внизу нажмите Start Export и дождитесь окончания экспорта. Файл с резервной копией появится в указанной папке. Для восстановления нажмите Data Import, укажите путь к ранее созданному дампу. Отметьте базу и нажмите Start Import. Восстановление завершено. Восстановление базы данных вручную Восстановление данных таблиц базы MySQL возможно путем постановки скопированных ранее файлов структуры и данных в папке уже существующих баз. В моем случае это две базы MyDB и MyDB2. Это будет возможным, если вы сделали резервные копии файлов по умолчанию находящихся в папке CEP Program Data MySQL MySQL Server Data. Здесь копируем папку с файлами структуры и данных соответствующих имени вашей базы и переносим их в другое место. А для восстановления просто нужно будет скопировать их обратно. Так, если по какой-то причине вы удалили базу данных MySQL, переустановили Windows или отформатировали жесткий диск, то восстановить ее можно описанным выше способом. Если эти файлы были удалены, дальше в видео я расскажу как их восстановить. Создание резервной копии и восстановление базы данных MySQL с помощью MySQL Dam. Для создания резервной копии нужно открыть командную строку, для этого в поиске введите cmd, кликните правой кнопкой мыши и выберите запуск от имени администратора. В командной строке перейдите в папку с mysqlbin, по умолчанию она находится в c, program files, mysql, mysql server, bin. Теперь для создания резервной копии ввести команду mysqldump, пробел, defis, u, имя пользователя, у меня это админ, далее пробел, defis, p и пароль, пробел и затем имя базы. У меня это mydb, знак больше, далее название резервной копии базы данных, любое удобное имя. Я назву mydbdump.sql и нажимаем вот, в указанной папке bin появится файл резервной копии базы данных. Для восстановления базы данных нужно все в той же командной строке перейти по пути с файлом резервной копии и ввести ту же команду mysqldump, defis uadmin, defis p root, mydb, знак меньше, mydbdump.sql, только изменить направление стрелки вот здесь. u – это параметр, который указывает логин, с помощью которого в данном случае осуществляется подключение к базе данных, p – это параметр, который указывает пароль пользователя данного логина. mydb – это имя базы данных, mydbdump.sql – это название файла резервной копии, который мы сделали ранее. Чтобы сохранить резервную копию базы в другой папке, перед названием файла резервной копии базы в команде необходимо указать путь к такой папке. В таком случае команды создания и восстановления резервной копии базы будут выглядеть следующим образом. Восстановление поврежденных таблиц базы mysql с помощью mysum-check mysum таблицы могут быть повреждены в результате неожиданного прерывания процесса записи или отключения компьютера, сбоев и отказов в работе аппаратного или программного обеспечения, а также в случае попытки отладки с помощью mysum-check используемой сервером таблицы. В результате повреждения из таблицы могут исчезнуть или неправильно отображаться данные, но чаще всего в результате повреждения таблицы пользователи сталкиваются с ошибкой. Для восстановления поврежденных таблиц можно использовать команду mysum-check. Чтобы ее запустить нужно в командной строке перейти в папку bin. По умолчанию она находится в c-program-files mysql mysql-server bin. Далее ввести команду и прописать путь где она находится mysum-check rq new table mysum c-program-data mysql mysql-server data mydb2 new table mysum и после нажать клавишу ввод, где rq – это режим быстрого восстановления. В данном случае будет исправлен индексный файл без изменения файла данных. Если в файле данных содержится все необходимые, а удаленные связи указывают на правильные позиции в файле данных, то в результате данной команды таблица будет исправлена. Если предыдущая команда не даст необходимого результата, то сделайте резервную копию файла данных и выполните команду mysum-check-r, где r – это просто режим восстановления. В таком случае из файла данных будут удалены некорректные и утерянные записи, и индексный файл будет создан заново. Чтобы не прописывать путь к папке с файлом, нужно добавить путь к папке с mysum-check-exe в переменные среды Windows. Для этого кликните правой кнопкой мыши на этот компьютер, дополнительные параметры системы и во вкладке «Дополнительно» – «Переменные среды». В открывшемся окне в системных переменных найдите патч, выделите и нажмите «Изменить», далее «Создать», «Обзор» и укажите путь к папке или просто скопируйте и вставьте, далее нажмите «Ок». Все, теперь не нужно прописывать путь к команде, а достаточно выполнить команду mysum-check в директории с таблицей. Восстановление данных базы Microsoft SQL Server Теперь поговорим о восстановлении базы Microsoft SQL Server. Есть несколько способов восстановления данной базы. Использование каждого из них зависит от преследуемой цели. Это будет плановое создание бэкапа базы данных или восстановление из него при переносе базы данных на другую машину или же необходимость восстановления в результате ее утери или удаления. Создать копию базы данных для дальнейшего восстановления можно как с помощью Microsoft SQL Server Management Studio, так и вручную. Чтобы создать резервную копию базы данных, кликните по нужной правой кнопкой мыши и выберите задачи. Далее «Создать резервную копию» и «Ок». Резервное копирование успешно завершено. Резервная копия по умолчанию находится в папке «cprogramfiles.microsoft.sqlserver.msql.sql.express.msql.backup» файл с расширением «back». Чтобы восстановить резервную копию базы данных, кликните на ней правой кнопкой мыши, выберите задачи «Восстановить». Отметьте «Устройство», далее «Добавить». Укажите путь к файлу резервной копии и далее «Ок». Восстановление данных успешно завершено. Создание резервной копии вручную. Создание и восстановление базы данных из созданной вручную копии – это более быстрый процесс, чем создание и разворачивание резервной копии, но не такой надежный. Кроме того, если скопировать файлы базы данных вручную, не остановив ее или во время транзакции, то такие файлы сохраняются в несогласованном состоянии, что приведет к ошибкам при попытке восстановить систему с их помощью. Поэтому прежде чем создавать копию файлов для бэкапа вручную, SQL Server нужно остановить и уже после скопировать файлы, которые по умолчанию лежат в папке «cprogramfiles.microsoft.sqlserver.msql.sql.express.msql.data». Чтобы остановить SQL Server, нужно запустить SQL Server Configuration Manager, который можно найти в меню «Пуск», далее выбрать службу SQL Server и кликнуть правой кнопкой мыши на базе данных, которую необходимо остановить, и выбрать «Остановить». Запустить базу данных можно аналогичным образом, выбрав пункт «Меню» «Запустить». Резервная копия базы данных Oracle Database Express Edition. Для резервного копирования откройте Oracle Application Express и выберите меню «Application Builder», «Экспорт», укажите тип экспорта Workspace, рабочее пространство полностью или одну из его составляющих, установите формат файла для экспорта данных и нажмите кнопку «Экспорт Workspace», после чего в загрузках появится SQL файл с резервной копией. Импорт файла осуществляется здесь же. Выберите меню «Application Builder», «Импорт», выберите файл для импорта и укажите его тип, и затем нажмите «Next», «Файл импортирован». Также архивации возможно осуществить средствами операционной системы, ручным копированием всех рабочих файлов базы данных в папке с базой, которая по умолчанию находится по такому пути c.oracle.exe.app.oracle.oradata.exe. Архивация проводится при остановленном экземпляре базы данных, при этом работа пользователя с ней невозможна. Для восстановления поврежденной при сбое базы данных, ее необходимо остановить и переписать резервные копии рабочих файлов и журналов транзакций на прежнее место. Восстановление таблиц с помощью Hetman Partition Recovery. Все базы удаленные с ПК можно восстановить с помощью Hetman Partition Recovery, после чего перенести в нужную папку с базой. Я покажу как восстановить файлы на примере базы данных MySQL. Для этого запустите программу, кликните по диску, на котором хранилась база данных MySQL, после чего откроется Мастер восстановления, выберите тип анализа и нажмите Далее. По завершению процесса анализа нажмите Готово. Перейдите с помощью программы в папку с данными, по умолчанию это C Program Data MySQL MySQL Server Data или осуществите поиск необходимых файлов базы данных с помощью функции поиска. Введите название файла, но обратите внимание, что файлы с данными будут иметь название таблиц, а не базы данных. Теперь восстановите файлы базы данных, для этого выделите их, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Восстановить. Укажите место куда хотите восстановить и нажмите Далее. Выберите путь если нужно и нажмите Восстановить. Готово, файлы восстановлены, теперь перенесите их в папку с названием базы данных. После этого откройте MySQL Workbench и помещенные папку с базой Восстановленные файлы будут доступны. Таким же способом можно восстанавливать утерянные базы MSQL, которые по умолчанию находятся в C Program Files Microsoft SQL Server MS SQL SQL Express MSQL BK. После чего присоединить восстановленные файлы данных в базе SQL Server. Используя функцию Присоединить. Для этого просто откройте Microsoft SQL Server Management Studio, нажмите правой кнопкой мыши на базе данных и выберите Присоединить. Далее Добавить. Укажите путь к восстановленному файлу MDF, отметьте его и нажмите ОК и здесь еще раз ОК. И таким же образом с помощью программы Hetman Partition Recovery можно восстановить файлы базы данных Oracle, которые по умолчанию находятся в C Oracle, App, Oracle, Oradata, XE, а после восстановления просто скопировать их в эту папку. А на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.